Парк-юбилейный, ресторан-музей Тиман, микрорайон Старый Аэропорт и микрорайон Лесозавод. Эти зоны отдыха будут благоустроены в 2017 году в рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия. Городская среда». Приоритетные проекты обсудили на первом заседании общественной комиссии, которая рассмотрела заявки горожан по обустройству парков и зон отдыха. Всего в Управление городского хозяйства поступило 13 заявок на обустройство общественных мест отдыха и парков. Сейчас этот участок занесен снегом, и трудно представить, что уже совсем скоро на этом месте появится детская игровая площадка. По словам председателя территориального общественного самоуправления Старый Аэропорт Виктории Бобровой, это настолько долгожданный объект, что некоторым малышам, которые мечтали на ней порезвиться, уже перевалило за 30. Микрорайону Старый Аэропорт более 20 лет, что жители на протяжении всех этих десятилетий просили сделать детскую площадку. Эти дети, которые мечтали, они уже выросли, у них уже свои дети, и как жители мне говорят, у нас уже внуки, и мы хотим все-таки иметь детскую площадку. Кроме того, в порядок приведут вот это место, которое находится рядом с рестораном Музеем Тиман. Оно давно и по праву считается одной из визитных карточек города Наринмара. Но в то же время здесь нет ни удобной парковки, ни зеленых насаждений, а прилегающая территория находится в запущенном состоянии. Также будет обустроена пешеходная зона для прогулок возле улиц Полярная Рыбников, неподалеку от зеленой зоны в районе городских очистных. Это место давно полюбилось жителям улицы Рыбников. Здесь есть и освещение, и скейт-парк, и велодорожка. Но в целом место не обустроено. К нему нет удобного подъезда или хотя бы тротуара. Но, пожалуй, самым значительным проектом станет строительство парка в районе лесозаводных, где живут в основном ветераны бывшего предприятия. Об этом давно просят жители прилегающих микрорайонов и ветеранские организации. Будут пешеходные дорожки, будут скамеечки установлены, будет памятник установлен лесозаводчанам. Но впоследствии уже, как говорится, что жители предложат, там еще сделать дополнительно в этом парке. Все остальные заявки тоже не останутся без внимания. Ведь приоритетный партпроект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. И заявки, которые не вошли в 2017 год, будут рассматриваться в дальнейшем. В 2017 году на проект в рамках страны выделено 20 миллиардов рублей. В Ненинском округе в этом году на реализацию проекта будет направлено 100 миллионов рублей. Из выделенных денег на обустройство парков и зон отдыха в Наринмаре и поселке Искателей направят 25 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. 20 миллионов на обустройство общественных зон и дворовых территорий. Из них 8 миллионов нам прямо указывает программа, куда нужно направить. 5 на дворовые территории, 3 на общественные зоны. При этом 12 миллионов подлежат самостоятельному рассмотрению муниципалитетам. То есть это куда посчитаем нужным, смотря какие проекты будут реализовываться. 25 миллионов отдельно выделяется на парк лесозавод. Это будут целевые средства. И 18 миллионов выделяется из внебюджетных источников для обеспечения мероприятий по обустройству общественной зоны в районе между улицей Рыбников и школой номер 4. Заявления от жителей мегаквартирных домов по обустройству дворовых территорий будут рассмотрены на заседании рабочей группы ориентировочно 20 апреля.